Всем привет! Вы на канале Cloud City. Меня зовут Вадим и я продолжаю вас знакомить со страницами из романа Джорджа Орвелла «1984». Сегодня будет вторая часть этого романа и давайте не будем задерживаться, а начнем, не откладывая больше ни минуты. Итак, часть вторая, Джордж Орвелл «1984». Взявшись за дверную ручку, Инстон обратил внимание на раскрытые страницы дневника на столе. «Долой! Большого брата!» — повторялось на них столько раз и такими крупными буквами, что можно было разглядеть надписи через всю кобруту. Немыслимая глупость. Несмотря на панику, он понял, что не хочет пачкать кремовую бумагу, захлопывая тетрадь, прежде чем просохнуть чернила. Уинстон вздохнул и открыл дверь. Обречение теплой волной прокатилось по всему телу. За дверью стояла потрепанного вида женщина, незрачная, с жидкими, склоченными волосами и мощинистым лицом. «Ох, товарищ!» — затянула она тоскливым голосом. «Я услыхала, вы вроде дома. Вы бы не зашли к нам посмотреть раковину на кухне. Она засорилась и...» Это была миссис Парсон, жена соседа по этажу. Партия почему-то не одобряла слово «миссис», — полагалось ко всем обращаться товарищ. Ну, некоторых женщин называть иначе язык не поворачивался. Женщина лет тридцати, но на вид гораздо старше. Казалось, в ее морщинах на лице залегла пыль. Уинстон пошел за ней по коридору. Слесарная самодеятельность стала едва ли не ежедневной морокой. Старый жилкомплекс «Победа» возвели в годах тридцатых, и весь он уже разваливался. С потолка и стен постоянно сыпалась штукатурка, трубы лопались при каждом крепком морозе, а крыша текла всякий раз, как выпадал снег. Отопление обычно работало на половине давления, если его не отключали совсем из соображений экономии. Если ты не мог починить чего-то сам, то приходилось ждать распоряжения неловимых комитетов, которые даже с ремонтом оконной рамы могли тянуть по два года. «Я ведь только потому, что Том не дома», — пробормотала миссис Парсенс. Квартира Парсенов была больше, чем у Уинстона, и убожество ее выражалось иначе. Те вещи имели потрепанный и политый вид, как будто здесь только что побывал крупный злобный зверь. По всему полу валялись спортивные принадлежности, хоккейные клюшки, поттерские перчатки, лопнувший футбольный мяч, вывернутые наизнанку потные шорты, а на столе громозилась грязная посуда и замызганные школьные тетради. На стенах валялись знамена молодежной лиги и лиги разведчиков, и висел полноразмерный плакат большого брата. Пахло здесь, как и во всем доме, вареной капустой, но привычный запах оттеняла острая вонь едкого пота, которая оставила после себя кто-то отсутствующий. Ну, в данный момент. Такие подробности по неизвестной причине становились понятны с первого вдоха. В соседней комнате кто-то трещал клочком туалетной бумаги по зубьям расчески, не умело подыгрывая военной музыке, продолжавшей звучать с телеэкрана. «И это дети», — сказала миссис Парсон, бросив тревожный взгляд на дверь. «Они сегодня не гуляли». Ну и, конечно, у него была какая-то привычка обрывать предложение на середине. Раковина на кухне почти до краев заполнена с грязной зеленовой водой, смертевшей хуже капусты. Уинсел напустился на колени и осмотрел угловую муфту на сливной трубе. Но он терпеть не мог работать руками. Терпеть не мог нагибаться и всегда от этого кашлял. Миссис Парсон стояла рядом с беспомощным видом. «Был бы Том дома, он бы вмиг все прочистил», — сказала она. «Он любит такими делами заниматься. Мастер на все руки». Парсон, как и Уинстон, работал в Министерстве правды. Это был полный, но неугомонный малый, тупой, до невозможности сгусток кретинского энтузиазма. Один из тех беспрекословных преданных тутяк, на которых партия опиралась надежнее, надежнее, чем на мысли полицию. Только в 35 он с неохотой оставил ряды молодежной лиги, а до этого умудрился пробыть в разведчиках на год дольше положенного. И в Министерстве он занимал какую-то незначительную должность, для которой не требовалось особого ума. Зато стал ведущей фигурой в спортивном комитете и в целом ряде других структур для организации турпоходов, стихийных демонстраций, кампаний по экономии и прочих добровольных начинаний. Попихивая трубкой, он не без гордости сообщал товарищам, что вот уже 4 года, как он не пропустил ни одного вечера в центре досуга. Его всегда сопровождал одуряющий запах пота, являясь невольным знаком усердной жизнедеятельности и еще долго витая в помещении даже после ухода Парсенса. «У вас есть гаечный ключ?» – спросил Уинстант, тронув гайку на муфте. «Гаечный?» – сказала миссис Парсон, обмекая на глазах. «Я вот даже не знаю. Может, дети?» Раздался топот. Очередная трель расчески и в комнату вкатились дети. Миссис Парсонс принесла гаечный ключ. Уинстант спустил в воду и с отвращением взлег из трубы клок волос. Он как мог отмыл пальцы под холодной водой и вернулся в другую комнату. «Руки вверх!» – рявкнул свирепый голос. Из-за стола вынырнул симпатичный крепыш лет девяти, наставляя на него игрушечный автоматический пистолет. А его сестренка, младше года на два, направила на Уинстана деревяшку, оба были одеты в форму разведчиков. Синие шорты, серые рубашки, красные галстуки. Уинстант с беспокойством поднял руки над головой. Мальчик держался так злобно, что это не было похоже на игру. «Ты предатель!» – завопил он. «Мыслифилон!» «Ты евразийский шпион! Я тебя застрелю! Испарю! Я тебя отправлю в соляные шахты!» И они оба приняли скакать вокруг Уинстана, верещать. «Предатель!» И мыслифилон! Девочка повторяла каждое движение за братом. Это немного пугало. Как вознять и гляд, который скоро вырастет в людоедов? В глазах мальчика виднелась какая-то свирепая расчетливость. Почти неодолимое желание ударить Уинстана и понимание того, что очень скоро это будет ему по силам. Уинстан подумал, как ему повезло, что у мальчика не настоящий пистолет. Взгляд миссис Парсон нервозно перебегал между гостями и детьми. Гостина была светлее, и он с интересом отметил, что в морщинах на ее лице действительно засела пыль. «Они что-то расшумели», — сказала она. «Не понравилось, что их не возьмут на повешение. Вот почему. Мне с ними некогда. О том, о том к тому времени еще и не вернется с работы». «Почему нам нельзя посмотреть, как вешают?» Возмущенно завопил мальчик. «Хочу смотреть, как вешают. Хочу смотреть, как вешают», — заголосила девочка, продолжая скакать. Уинстан вспомнил, что сегодня вечером в парке будут публично вешать евразийских военных преступников. Такое зрелищное мероприятие устраивали примерно раз в месяц. Дети вечно просились со взрослыми. Он вышел от миссис Парсона и направился к себе, но не прошел по коридору из шести шагов, как что-то больно ужало его сзади в шею, словно воткнули обрывок раскаленной проволоки. Уинстан резко обернулся и увидел, как миссис Парсенс затаскивает в дверь сына, прячущего в карман рогатку. «Голштейн!» — заорал мальчик, исчезая за дверью. Больше всего Уинстан изумело выражение беспомощного страха на сером лице матери. Вернувшись к себе, он быстро прошел мимо телеграна и снова сел за стол, потирая шею. Музыка уже не играла. Теперь отрывистый военный голос, кровожадно смакуя подробности, зачитывал описание вооруженной новой плавучей крепости, только что вставшей на якорь между Исландией и Фарерскими островами. Уинстан подумал, что с такими детьми эта несчастная женщина живет в постоянном страхе. Еще год-другой они начнут следить за ней днем и ночью, норовя улечить хоть в чем-нибудь. Теперь почти все дети ужасные. И хуже всего, что с помощью таких организаций, как разведчики, их методично превращают в необузданных маленьких дикарей. Но у них не возникает желания бунтовать против партийной дисциплины. Напротив, они обожают партию и все, что с ней связано. Песни, парады, знамена, походы, мусора с учебными винтовками, громкие лозунги, восхваление большого брата. Все это им представляется захватывающей игрой. Их натравливают на чужаков, на врагов режима, на иностранцев, предателей, вредителей, мысли филонов. Для людей старше 30-ти стало в порядке вещей бояться собственных детей. И не без причины. Весь почти каждую неделю Таймс публикует заметки на, как очередной мелкий ябедник, маленький герой, как их обычно называют, грел дома уши и донес на родителей в мысли по лицу, слышав подозрительные высказывания. Боль в шее уже утихла. Уинстелл взял ручку со смешанными чувствами, не зная, стоит ли занести в дневник что-то еще. Ему новым друг снова пришел О'Брайан. Несколько лет назад, сколько же имена, лет семь, пожалуй, Уинстелл приснилось, что он идет по комнате в кромешной тьме. И кто-то, сидевший чуть в стороне, говорит ему, мы встретимся там, где нет темноты. Это было сказано совсем тихо, почти между делом. Замечание, а не приказ. Уинстелл пошел дальше, не остановившись. Как ни странно, во сне он не предал значение этим словам. И только со временем постепенно они стали обретать смысл. Он не мог теперь припомнить, увидел ли он этот сон до или после знакомства с О'Брайаном. Как не мог припомнить, и как он впервые решил, что слышал во сне именно его голос. Но так или иначе, голос он от этого опознал. В темноте к нему обращался О'Брайан. Уинстон никак не мог уяснить, даже после утреннего обмена взглядами, друг он или враг, Брайан. Хотя, это как будто было не так уж и важно. Между ними промелькнуло понимание, значившее больше, чем взаимное расположение или заговорщический дух. «Мы встретимся там, где нет темноты», так он сказал. Уинстон не понимал, что это значит. Знал только, что слова и сна так или иначе сбудутся. Голос телекрана прервался. В душном воздухе комнаты раздался звук фанфар, чистый и прекрасный. Голос проговорил со скрежетом «Внимание! Прошату внимание! Только что поступила сводка-молния с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали блестящую победу. И я уполномочен заявить, что настоящее событие вполне может приблизить завершение войны в обозримом будущем. Передаю сводку новостей». Уинстон подумал, что надо ждать плохих новостей. И действительно, за кровавым описанием разгрома евразийской армии с колоссальными цифрами убитых и взятых в плен, последовало объявление, что со следующей недели норма шоколадного рациона сокращается с 30 граммов до 20. Уинстон снова рыгнул. Джин почти выветрился, оставляя после бед чувство подавленности. Телеэкран разоразился песней «Во славу твою, океане!» То ли в честь победы, то ли, чтобы отвлечь людей от сокращения шоколадного пайка, полагалось стать по стойке смирно, но Уинстон находился вне зоны видимости телеэкрана. «Во славу твою, Одиссея!» с милость легкой музыкой. Уинстон подошел к окну, держась спиной к телеэкрану. Тень Тень был все такой же холодный и ясный. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом взорвалась ракета. На Лондонах сбрасывали от 20 до 30 в неделю. На улице ветер продолжал трепать от уровня угол плаката, то открывая, то скрывая слово анг-соц. Анг-соц. Священные устои анг-соца. Новояз, двоемыслие, пластичность прошлого. Уинстон почувствовал себя так, будто придет по морскому дну через лес водорослей, затерявшись в монструозном мире, где и сам он монстр. Он был один. Прошлое бертво, будущее, невообразимо, как он мог быть уверен, что на его стороне хоть одно человеческое существо из ныне живущих? И разве можно знать, что владычество партии не будет вечным? Вместо ответа он прочитал три лозунга на белом фасаде Министерства правды. Мир это война это мир, свобода это рабство, незнание это сила. Устан достал из кармана монетку двадцать пять центов, на ней значились те же три лозунга, набранные аккуратным мелким шрифтом, а на оборотной стороне лицо большого брата. Даже с монетой за тобой наблюдали эти глаза. Они были везде, на монетах, марках, книжных обложках, на знаменах и плакатах, на сигаретных пачках. Ты всегда чувствовал на себе взгляд и слышал вкратчивый голос. Во сне и наяву, на работе и за едой, дома и на улице, в ванной и в постели. Никуда от этого не деться. Не осталось ничего своего, кроме нескольких кубических сантиметров внутри черепной коробки. Солнце ушло, и мириады окон Министерства правда перестали отражать его свет, потемнев как бойницы крепости. Сердце Уинс нажалось при виде Испаринской перемиды. Она слишком прочна, ее не взять штурмом, и тысячи ракет не сможет сравнять ее с землей. Он снова задумался, ради кого пишет дневник. Ради будущего, ради прошлого, ради века, может лишь воображаемого. Перед ним же маячила не сметь, но бесследное уничтожение. Дневник превратится в пепел, а сам он просто испарится. Его слова прочтет только мысли полиции, прежде чем стереть их с лица земли и из истории. Как можно обращаться к будущему, когда от тебя не останется никакого следа в этом мире, даже анонимных слов, нацарапанных на клочке бумаги? Телекран пробил 14 часов, до выхода 10 минут. Он должен вернуться на работу к 14.30. Бой часов. Как ни странно, вернул ему присутствие духа. Уинсон был одиноким призраком, изрекавшим правду, которую никто никогда не услышит. Но пока он ее изрекает, связь времен таинственным образом продолжается. Ты несешь в себе человеческое начало не тогда, когда тебя слушают, а когда ты сохранишь ясное сознание. Он вернулся к стану, обмакнул пирог в чернилах и написал будущему или прошлому времени, когда мысли свободно, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночку. Времени, когда существует правда и что сделано, то сделано. Из века одинаковых, из века одиночек, из века большого брата, из века двоемыслия. Приветствую тебя. Он подумал, что уже мертв. Ему показалось, что только сейчас, когда он обрел способность формулировать мысли, он пересек черту. Последства любого действия заключены в самом этом действии и написал мысли Филония не влечет за собой смерть. Мысли Филония есть смерть. Теперь, когда он признал себе мертвеца, стало важным оставаться в живых как можно дольше. Два пальца правой руки запачкались чернилами. Как раз такая деталь может выдать какой-нибудь востроносый ревнитель в министерстве, скорее всего женщина, хотя бы та маленькая, рыжеватая или темноволосая из художественного отдела. Мог задуматься, почему Уинстон писал в объединенный перерыв и почему писал старомодной ручкой, что он писал и обмолвится об этом в нужном месте. Уинстон пошел в ванну и тщательно отмыл чернила зернистым бурым мылом, которое терло кожу, как наждачной бумагой, потому хорошо подходило для такой задачи. Дневник он убрал в ящик. Пытаться как-то спрятать его было вообще бессмысленно, но он мог хотя бы принять меры, чтобы заметить, если тетрадь обнаружат. Волос на краю страницы был бы слишком очевиден. Он подобрал кончиком пальца едва заметную белесую пилинку и поместил на уголок обложки, где она будет покоиться, пока дневник кто-нибудь не возьмет в руки. Простите. Ну вот, это была вторая часть. романа Джорджа Орелла 1984. Вы были на канале Клоу-Чити. С вами был я, Вадим. Кто еще не подписался, подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, ну, пишите комментарии, что вы думаете по поводу этого далеко уже не нового романа, но, как мне кажется, и на сегодня современного. А я с вами прощаюсь, с вами был я, Вадим, и вы были на канале Клауд Сити. Всем пока!